Добрый день 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 Стали обращаться не только дети с онкологией, но дети с самыми разными заболеваниями. Дети, которые были совершенно здоровы, но попали в автомобильную аварию, и теперь они зависимы от аппарата искусственной вентиляции легких. Дети с очень редкими генетическими синдромами, когда такой один ребенок на всю Москву, и никто толком не знает, чем ему помочь. Каждый месяц наш хоспис тратит 30 миллионов рублей на расходные материалы и медицинское оборудование для детей, и на зарплаты врачей и медсестер. Государство пока что никак не помогает нашему хоспису, и все деньги мы собираем через фейсбук. Тысяча людей жертвует по 100 рублей, по 500 рублей. Таким образом, каждый месяц собирается 30 миллионов. Очень много волонтеров помогают хоспису, они отвозят детей на машинах, приезжают домой, чтобы приготовить им что-то вкусное. И хоспис цел такой невероятной истории, когда просто обычные люди самоорганизовываются, чтобы помогать тем, кому очень сильно нужна помощь, и кому, к сожалению, пока что не помогает государство. Вы, наверное, видели, что сейчас вся Москва завешана нашими рекламой, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему невозможно помочь. Но чем именно помочь, это всегда очень сложный вопрос. Главная идея хосписа в том, что мы заботимся о качестве жизни ребенка и о качестве его смерти. Качество жизни бывает очень-очень разным. Ребенок может всю свою жизнь провести в отделении реанимации. Если человек не может дышать сам и зависим от аппарата искусственной вентиляции легких, он может лежать в реанимации год, два, три. Я знаю мальчика, который 6 лет сейчас лежит в реанимации, его не могут забрать домой. Реанимация – это значит, что ты видишь маму 15 минут в день, час в день. Если в городе случится карантин, то можно не увидеть целый месяц. И рядом все время чужие медсестры, которые меняются каждые сутки. И все в белых халатах, и вокруг все эти кафельные стены. Мне кажется, это очень-очень страшно. Поэтому даже если мы не можем вылечить этого ребенка, мы можем изменить то время, которое ему осталось, чтобы он его проводил в обычной детской жизни. Мы можем купить ему все необходимое медицинское оборудование и забрать ребенка домой. Можем научить родителей пользоваться всеми этими девайсами медицинскими, чтобы они сами стали как врачи и как реанимационные медсестры и умели бы оказывать ребенку помощь, и не были бы зависимы от больницы. Можем купить ребенку кресло на пульте управления, и он тогда может гонять голубей во дворе, объезжать от мамы и вообще самостоятельно передвигаться. И это становится уже совсем другая жизнь. Здесь в основном листаются сейчас фотографии из лагеря детского хосписа. Мы вывозим детей за город и там дурачимся, потому что очень хочется, чтобы семья с неизлечимо больным ребенком не была бы выключена из общей жизни, из общества. Мы очень хотим, чтобы родители детей продолжали бы ходить на работу, чтобы продолжали бы звать гостей к себе домой и сами ходить в гости, чтобы ребенок, в каком бы состоянии он ни был, продолжал бы учиться в школе, чтобы мамы продолжали делать макияж красиво, одеваться, готовить вкусную еду и вообще, чтобы дома было уютно и такое счастливое место, несмотря на то, что там кто-то тяжело болеет. Но каждый год у нас в хосписе умирает около ста детей, и мы видим, что дети умирают очень по-разному. Ну, обычно все люди очень готовятся к рождению детей, ходят на курсы, выбирают роддом, выбирают врача, читают книжки, думают о том, как все это будет происходить. Но почему-то очень мало мы думаем о том, как будем мы умирать и как будут умирать наши близкие. И мы видим, что если об этом совсем не подумать, то, как правило, люди умирают в реанимации, одни под аппаратом искусственной вентиляции легких. Обычно ребенку становится плохо, родители звонят 0-3, приезжают бригады скорой помощи и увозят ребенка. Маму туда не пускают, ребенка подключают аппарат ВЛ, то есть в горло вставляют трубку, и легкие раздувают так долго, пока не остановится сердце. Это может длиться очень-очень долго. И для нас это очень большой вопрос, что таким образом продлевается. Дни жизни ребенка продлеваются, или дни страданий продлеваются. Мы в хосписе всегда говорим с родителями о том, что аппарат ВЛ – это не обязательный этап перед смертью, что можно выбрать по-другому, что можно остаться дома, можно отказаться от реанимации, можно отказаться от искусственного продления жизни. И перед родителями всегда стоит такой выбор, чего они хотят для себя, для своей семьи, для своего ребенка. Будут ли они бороться жизнь до конца любыми способами, даже когда ребенка нельзя вылечить, будут ли они продлять ему его состояние. Или будут заботиться о качестве жизни, чтобы каждый день проходил счастливо, чтобы каждый день был бы дома с игрушками, с домашними животными, со школой, с клоунами, с играми. И чтобы каждый день был бы счастливый. Чтобы такая возможность выбора была бы для семей, чтобы они могли оставаться дома и не ехать в реанимацию, очень нужны хосписы, потому что это невозможно без поддержки. Очень важно, чтобы дети уходили без боли, без страданий, чтобы у них была бы помощь. Для этого нужны хосписы. А еще хосписы нужны, чтобы мы все подумали о том, как будем умирать мы сами, потому что это все-таки тоже наш выбор, наша ответственность, то, как будут умирать наши близкие. Это все, что я хотела вам сказать. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ